Девушки отдыхают У него наблюдалась бессвязность речи и атаксия. Медики также заметили запах алкоголя изо рта. Во время транспортировки в больницу у Руи наблюдались постоянная одышка и снижение уровня сознания. Руи потерял сознание, но одышка сохраняется. Кроме перечисленного, отсутствуют признаки травмы или любого другого неотложного состояния. Общая оценка клинического состояния не позволила установить, что произошло. У Руи не было травмы головы. Мышцы шеи неригидны, а зрачки одинаково реагируют на свет. По словам бабушки, Руи раньше ничем не болел. Бабушка вспоминает, что пока она готовила обед, внук играл на улице. Когда она позвала его обедать, то обнаружила, что его поведение изменилось. Ввиду тяжести его состояния, отбирается проба артериальной крови для исследования газового состава. С помощью анализатора АБЛ были получены следующие результаты. Для интерпретации результатов можно использовать простой метод крестики-нолики. Для этого нужно указать показатели PH, PCO2 и концентрации бикарбоната в соответствующих столбцах согласно референтным интервалам. Результат анализа пациента указывает на метаболический ацидоз с легкой респираторной компенсацией. Рассчитанный анализатором АБЛ-анионный интервал сильно увеличен. Несмотря на достаточное количество кислорода, получаемое пациентом через носовой катетер, обмен веществ нарушен. У Руи почечная недостаточность или признаки интоксикации. Будет полезным запомнить возможные причины увеличенного анионного интервала при метаболическом ацидозе, а затем использовать метод исключения. Воспользуйтесь методом ассоциативного запоминания. Можно использовать англоязычную аббревиатуру МАДПАЙЛОС. МАДПАЙЛОС расшифровывается как метанол, уремия, диабет, фенформин, метформин или парацетамол, железо, лактат, этанол, этиленгликоль и салицилаты. Принимая во внимание историю болезни Руи, сведения, сообщенные родственниками и медиками скорой помощи, результаты клинического исследования и, конечно же, результаты анализа газового состава артериальной крови, предположительный диагноз, интоксикация метанолом или этиленгликолем. Благодаря этой информации вы можете оказать необходимую помощь вскоре после госпитализации. Во время лечения Руи также выполняется томография головного мозга, чтобы исключить другие причины снижения уровня сознания. Через несколько часов у Руи все еще наблюдаются признаки интоксикации, но его состояние улучшилось. Результаты лабораторных исследований исключают отравление парацетамолом или салицилатами, но подтверждают значительно повышенный уровень алкоголя в плазме. Новый анализ газового состава крови свидетельствует об улучшении состояния благодаря полученному лечению. Несмотря на легкие признаки похмелья, на следующий день Руи чувствует себя гораздо лучше и может объяснить, что произошло. Он признается, что выпил голубую жидкость из бутылки, которую нашел возле машины. По этому описанию бабушка определяет, что это была охлаждающая жидкость. Результат анализа пациента, полученный при помощи анализатора АБЛ, позволил диагностировать метаболический ацидоз с увеличенным анионным интервалом. Анализ газового состава крови и метод исключения обеспечили быстрое проведение целенаправленной терапии, а также возможность контроля и подтверждения эффекта лечения. Посмотрите другие видеоролики о том, как анализатор крови АБЛ может помочь в диагностике различных заболеваний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова